Канализационная система и проливные дожди стали причиной затопления улиц микрорайона Лесхоз. Жители не могут выбраться из своих домов. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Бакаткуль Салимказа проживает в микрорайоне Лесхоз. Ее гараж затопило и теперь она не может выйти на улицу. Жительница сетует на плохую работу канализационной системы. Когда мы выходим из дома, мы тонем в грязи и пытаемся удержаться руками, чтобы не упасть. Мы не можем выйти на улицу, как мы будем ходить в этих резиновых сапогах по городу. Местные жители с подобной проблемой сталкиваются не впервые. По их словам, когда идет дождь и отключается свет, дома и улицы сразу начинают тонуть в воде. КНС в Лесхозе совсем не работает. Почти через день отключается свет и все вокруг заполняется водой. Мы задыхаемся от запаха грязной воды. Если идет дождь, мы не спим всю ночь. Наш дом затопило водой. Мы не можем дышать, ходим в масках. В микрорайоне Лесхоз канализационная вода выходит на поверхность земли и блокирует движение. Обойти грязь становится невозможным. Ситуацию усугубили небывалые проливные дожди. Местная канализационная насосная станция не справляется с объемом работы. Однако представители АТРАУ Суорнаса заявляют об улучшении ситуации. По КНС номер 2 Лесхоз. В этой ситуации нужно учитывать погодные условия. Непрерывно более суток шедший дождь. Со всей этой массой воды КНС вначале не справился. Но затем, вчера, нами на данный КНС был запущен дополнительный насос. В результате уровень сточных вод начал снижаться. Проливные дожди в регионе затопили 7 жилых домов и 25 улиц. Для откачки воды задействовано около 100 сотрудников и около 60 единиц техники. В настоящее время работы продолжаются. Айбек Галымов, Служба новостей.